Мендат, добрый день друзья сейчас в рубрике вся отчет элита на своем канале я хотел бы рассказать про Басана Бадминовича Городовикова действительно это легендарная личность это человек который вместил в себя целую эпоху в жизни нашей республики, нашего народа про Басана Бадминовича можно говорить очень долго бесконечно потому что деяния его огромны заслуги его велики и мне так повезло, что я сделал о нем два документальных фильма полнометражных документальных фильма первый фильм называется Генерал Городовикова, мастер прорыва вот я сейчас смотрю на экране на канале YouTube на сегодня 221 тысячи просмотров практически четверть миллиона просмотров для такого большого часового документального фильма на нашу калмыцкую тематику это конечно число огромное оно будет дальше расти и второй фильм план Городовикова Созидатель он был сделан позже а вот этот первый фильм был сделан к 100-летию Басана Бадминовича Городовикова это был первый фильм о нем документальный фильм вот так получилось к нашему стыду общему в общем работа над этим фильмом это большое дело я потом как-нибудь отдельно об этом расскажу потому что это устойно это тоже часть нашей истории нашей культуры потому что много людей принимало участие в создании этих фильмов кроме нашей творческой группы в которую ходили кроме меня еще Батарьевич Пататимировна как оператор режиссер монтажа прекрасный человек и профессионал мой друг об этом отдельная история а вот сейчас я просто хочу рассказать хотя бы коротко кто такой Басан Бадминович Городовикова для нашей молодежи потому что к сожалению бываю в различных аудиториях в республике показывая вот этот фильм про генерала Городовикова генерала Городовикова мастера коррива я задавал вопрос да, интересовался всегда интересуюсь в нашей молодежи когда я встречаюсь в различных аудиториях всегда задают вопрос кто такой Басан Бадминович Городовикова кто такая Тамара Хохлынова кто такой Горя Бадминович Хохова защитник Дома Павлова что такое Широклак что такое 110 отдельная Калмурско-Калмуринская дивизия эти вопросы я всегда задаю мне просто знать надо интересно что наша молодежь об этом знает знает ли она историю получается нашего народа к сожалению должен сказать что ответы очень неутешительные очень это не их вина не вина молодежи это вина старшего поколения педагогов это система образования то есть там министерство очень недорабатывает министерство образования науки в этом плане я так считаю очень недорабатывает но значит надо работать в этом направлении себя тоже я не снимаю ответственность будем работать значит и наверное придется нам все это сделать с нуля перелопать и всю нашу историю показать ее как положено чтобы молодежь хорошо это все знала только видимо при создании нашей независимой государства Кавератской Республики так вот говоря об Асане Бадминовичу Городовикой конечно наше поколение знало об этом человеке с детства с пеленок потому что он пришел в руководство Республики практически через короткое время после сибирской ссылки там целая история почему он тоже у нас появился это просто фенгер халяди собственно он сами не хотел наверное большого желания не было потому что у него пошла военная карьера хорошо после того как он стал генерал-майором 33 года когда его дивизия первая прорвала значит границу с фашистской Германией за что он и еще значит 14 воинов его дивизии одним указом получили звание Героя Советского Союза а это случилось в Пруссии вот цитадель фашизма ну пружского скажем милитаризма Кёниг Забирки вот он там как раз прославился тем вошел в историю значит Великой Отечественной Второй мировой войны Кирилл Гордыков как мастер прорыва как человек чья дивизия первая из всех советских дивизий многих вышла на границу с фашистской Германией потом он уже совершил второй прорыв уже на японской границе советско-японской там тоже настре он был 5-й армии должен был стать дважды героем по факту Советского Союза но потому что уже к тому времени наш народ был выслан конечно его обделили этим высоким званием второй звезды героя заслуженной такой же подвиг совершил как и на западе уже на востоке но к сожалению мы не дали но зато генерал Гордыков принял шпагу у императора китайского потому что сам китайский император есть такая история генна что предпочел именно передать свою шпагу как знак капитуляции именно Гордыков видимо увидел азиата генерала и именно ему передал но самое главное дело своей жизни несмотря на все свои заслуги военные несомненно а значит я завершу значит эту историю вот он значит в 43-м году стал генералом-майором потом Герой Союза стал 44-м и карьера стремительно развивалась и вот там так рассказывали что негласное соревнование шло среди всех генералов советских командиров дивизии чья дивизия первая будет на границу с Германией во время войны на завершающем этапе и всегда спрашивали кто впереди кто впереди вот такие вопросы задавали с Москвы с Кенштаба кто впереди и всегда отвечали Гордыков младший имея ввиду Ака Иванович Гордыкова старшего который встал на трибуне маузолея до войны всегда принимал парады единственный азиат во всем Советском Союзе генерал который стоял на маузолее вместе с руководителями государства принимал военные парады это был Гордыков старший Ака Иванович тоже легендарная личность о нем надо тоже рассказать отдельно чтобы молодежь наша знала вот Гордыков младший этот был Басан Бадминец Гордыков достойно действительно показал что он достойный представитель этой фамилии начащей это громкое имя Гордыкова и значит после того как случилась трагедия с нашим народом мы встали в Сибирь депортировали его карьера затормозилась и он много-много лет 14 лет по-моему не получал очередной войск и звание генерала-лейтенанта и вот когда он когда уже Сталин значит отдал концы ситуация поменялась у него пошли дела в гору он стал уже генерал-лейтенантом стал заместителем командующего армии потом последняя его должность была заместитель командующего при карпатским военным округом это уже большая должность один шагов ему оставался чтобы стать командующим значит округом и так далее да вполне возможно он дошел бы до маршаловских звезд ну вот здесь вот так получилось то что в 1959 году были значит торжества большие по трехсот пятидесятилетию вхождение добровольное вхождение калмыцкого народа пока никогда говорили состав российского государства такие большие празднества сделали видимо специальные поскольку показали что вот халимгуды калмыкии приехали на родину там историческое появилось восторжествовало и вот они торжествуют значит вот такое большое дело и по самому отмене тоже приехал туда как почетный гость его пригласили а там был такой варяг в то время руководителя калмыкии варяг был один какой-то пришлый первый секретарь калмыцкого кома кпсс его там видимо как трамплин бросили в калмыкию что он с ЦК кпсс там получил трамплин и еще на большую должность на высшую ушел как это обычно до сих пор и делается никто слухом не знает не слыхал что где калмыкия и приезжает к нам чтобы получить трамплин уйти на большую на высокую волю должность вот этот первый секретарь обкома тоже там крутился какой-то там малоизвестный чиновник из ЦК кпсс он конечно мечтал быстрее убежать с калмыкии с элисты потому что ему сто лет не нужно были эти калмыкии те были которые только приезжали массовым порядком ссылки нигде было жить надо было что-то делать рабочие места и прочее короче ситуация была очень хуже чем сейчас ну ему видимо говорили найди там подходящую кандидатуру из местных и пожалуйста вот генерал конечно а кто еще все Монакин приехал генерал на родину его все там чествуют его все уважают герои советского союза генерал-лейтенант молодой еще к тому времени 50 с лишним лет и вот этот видимо заприметил сразу сообщил куда надо друзьям товарищам и его шофер фронтовой водитель поручениц с которым я беседовал дома у него в Москве деду деду был уже за 90 лет но прекрасная память у него была он всю войну практически прошел с города Якова Басамбадминович он рассказывал да что Басамбадминович когда уже на пенсию вышел в Москве жили они там общались вот он рассказывал генерал он вот так и называл генерал он говорит генерал сказал цк сказали вызвали сказали или партбилет на стол или езжай к Алмыкии все на родину поднимай ну все Аргуга приехал на наше радость счастье так что нам сильно повезло что был юбилей что он приехал себя его увидели и сразу же через короткое время он стал руководителем сначала вторым секретарем райкома то есть обкома партии потом первым секретарем понятно в те времена это был бог и царь у него полномочий и власти было конечно больше чем скажем у нынешних там глав или президентов республики но дело даже не в этом а дело в том что он обладал огромным талантом руководителя организатора созидателя так оказалось и вот потом Басан Бадминыч говорил что он признавался что он несмотря на все свои военные заслуги большие но он считался своим главным делом жизни все таки трудовой фронт возрождение родной республики действительно он там проработал у нас 61-го по 79-й год вот 18 лет практически он руководил республикой и за это время огромный рывок сделал наша республика все цвело пело кипело своими глазами я видел люди моего поколения старше младше знаем что это было на словах не на словах вернее а действительно реально все было в Калмытии процветало очень большие-большие шли дела изменения к сожалению конечно же так получилось что ему не дали доработать до юбилея до 70-летия ну и там и наши местные силы помогли а еще больше конечно это сработали уже там наверху в партийной номенклатуре очень недоброе дело сделал Суслов Михаил бывший первого секретарь Ставропольского крайкома партии во время войны он был руководителем партизанского движения на юге чтобы списать свои неудачи то есть его руководителем на фронте никогда не был не то что в тылу ходить со своими партизанами не калпак был и вот он тоже проложил к тому что всю вину свалил за свои военные неудачи на наш народ чтобы пособники фашиста пятый десятый результат чего мы все подстрадали и конечно же после Сибири наш народ пришел обескровленный на родную землю половину народа потеряли людей многие погибли на фронтах мужчины потом широкла 110 наша половина погибла дивизии в самом начале войны на данном защищали против танков отход Красной армии на этом направлении весь южный фронт защищал наша калмыцкая дивизия и вот Сибирь от голда погибла но все мечтали вернуться домой вот приехали мне нужен был авторитетный человек который мог бы за собой повести свой народ вот такой человек монах поверк на нашей части нашелся это был Басан Бардиноч Гордыков генерал организатор крупный организатор вот если мы сейчас возьмем современные истории там Орлова Кирсана Илюбринова и Батуха конечно реально никто не стоит с ним в том плане что никто не имел стал руководителем республики такой опыт как Басан Бардиноч опыт именно организационно большой руководящей работой это просто так кто-то там даже физдруком не был хотя его называют физдруком потому что физдруком тоже надо иметь руководить коллективом хотя бы небольшим классом школы про тех двух товарищей вообще говорить нечего потому что у них вообще ничего не было за плечами никаких заслуг просто так повезло им им повезло а нам нет так вот не хотелось воскреплять имя вернее вот это наш рассказ об Асане Бадминоч этими именами но просто поскольку все они руководители республики на одном уровне стоят но хочешь не хочешь аналогии напрашиваются так вот после Басана Бадминоч у нас до сих пор он в 79-м году ушел а сейчас уже на дворе у нас 2023 год кедритель 45 получается почти вот за это время у нас в Калмыкии к сожалению не появился ни один руководитель уровня Гордеякова или хотя бы близкий к нему не надо там уровень его невозможно хотя бы скажем на две головы ниже или на одну голову такие люди у нас были это питомцы Гордеякова воспитанники там называют допустим того же Ачирова Александра Борисовича называют даже Эвазира Павловича называют некоторые другие имена и они конечно могли бы быть продолжателем дела Гордеякова но там другая история об этом как-нибудь потом я немножко говорил об этом но потом мы анализ этого сделаем потому что нам надел работу над ошибками так вот Гордеяков конечно сделал огромное дело в том плане что он сумел организовать с нуля во много даже с минуса большого организовать значит работу очень плодотворно по всем направлениям вот если мы возьмем культуру спорт значит экономику сельское хозяйство там машиностроение нефтедобыча да хоть что что не возьми что у нас в Калмыске стройматериалы стройиндустрии и прочее везде он приложил свою руку даже в Калмыске университет и то связано с его созданием его нашего университета Калмыск который сейчас заслуженно носит имя Гордеякова связано непосредственно с участием личным Басана Бадминовича Гордеякова я вот его помощник вспоминал что как Басан Бадминович даже лично с Брежневым встречался ловил его в кабинете поздно ночью чтобы добиться разрешения с Косыгина встречал да со всеми и многие помнили Вартынов Леонид Иванович рассказывал что бывало так надо ставить срочно подпись министра Советского Союза по мелиорации допустим чтобы Сарпинская агрессивная система то что риск сейчас выращивает у нас чтобы это дело двинуть надо срочно подпись этого министра едем туда а там коллегия министерства идет мелиорация Советского Союза министр там президиум и заходит Басан Бадминович прямо на дверях вот так стоит руки в бок вот так Альвартынов показывал вот так руки поставил стоит в дверях министр увидел и говорит Басан ты что товарищи давайте прольем на минутку заседание коллегии коллегии целая и побежал вниз Басан Бадминович подошел поздоровал ты что Басан здесь делал он понял что это нестандартно а Гордовиков ему говорит да вот план срочно надо утверждать ЦК или где-то ваша подпись нужна давай и тот прям на каенке сел подписал оказывается они фронтовые друзья Басан Бадминович поэтому Монакин спокойно зашел к нему и тот так отреагировал потому что они на фронте под пулями вместе ходили вместе рисковали участвовали во всех этих делах фронтовых конечно брат фронтовой получается боевой надежный вот так он мог решать эти вопросы многие Басан Бадминович это им архтапин бля и вот поэтому да что ни возьми у нас Калмыкия значит любую отрасль любое направление все связано с Гордовиком все успехи наши в иной раз вот некоторые говорят что вот Гордовиков менять то не сделал это не сделал допустим упрекают говорят школу национально ликвидировали при Гордовиком и он не сделал ничего на самом деле это не так было в том плане что он только пришел к власти республики еще из военного не стало политическим деятелем опыта не было а в 62-м году уже ликвидировали по всему Советскому Союзу во многих местах это отдельная история я про это отдельно расскажу потому что я знаю эту историю мне рассказывали старики но он еще после народа после Сибири еще сил не набрали авторитета нет ничего оснать с нуля и сразу воевать с Москвой или надо восстанавливать экономику нашу республику поднимать элиста в руинах лежала 13 лет она никому не нужна была наши листа в руинах наши когда в Сибири поехали наши рассказывали мои старшие родственники они в КГУ первое время в Халимгуд приезжали жили в первом корпусе КГУ в главном корпусе на площади Ленина там жили некогда негде было жить там жили разрушено здание через потолок небо звезды видать были в каком состоянии были как воевать с Москвой когда у них надо деньги брать как всегда как до сих пор поэтому он ничего не мог сделать промолчал но сам он был патриот домозгой кластей вот есть речь и выступление даже записано аудиозапись выступает среди наших колумбийских писателей говорит им советует и и и и и и и и и старики рассказывали бесплатно передам конечно нашему народу в архив присутствует само собой все пользовались потому что многие те кто это уже было сколько лет то прошло 2009 год 10 многие всех ветеранов уже ушли жизни да и тем более их слова бесценны о городе упове так вот значит многие критикуют гордовиков даже находят такую наглость и называют его сталинистом еще всякая зюга и макрина сами тысячной доли не сделать для своего народа республики то что сделал басам админович а вот имеют наглость или тупость я не знаю как правильно сказать чтобы не в обиду да но говорят такие вещи я помню один из них пишет кто-то тоже такой решительный человек пишет решительно вот гордовикова испугались сталина когда у нас выслали сибирь промолчали надо было я бы не надо было за зарубить или убить сталина надо было я бы если бы был бы на их месте я бы пошел на зарубил или убил придумал застрелил кто-то сразу тут же ему пишет наши это уйдет переписка в этом после где-то после фильма пишут же всякие комментарии вот этим так написал ему кто-то пишет месяц и такой герой идилу завалит трапезников это как раз события были в 2019 году митинги были после назначения трапезников вот это монакин кто-то написал если ты такой герой идилу готов сталин его завалить вместо гордовикой идилу завалить трапезников и все тут сразу язык в одно место все замолчал заткнулся вот такие герои ничего из себя не представляют абсолютно не ровняю себя с таким человеком как гордовикова это все позорно смешно даже говорить вот памятник гордовикову который у нас в лисе центре стоит это народ поставил гордовикову памятник и владимир савельевич и васькин помню наш знаменитый скульптор когда я с ним тоже общался он тоже делал как раз бюст вернее памятник большой гордовикову куда-то в район а их у нас в районе Биана в Киульском районе есть памятник прекрасный степан матьев по-моему сделал в Саруле есть памятник гордовикову потом значит вот в октябрьском районе по-моему васькин делал в лисе и так далее и вот васькин сказал это говорит она говорит заслужите народу чтобы памятник ему ставили после того как он ушел все ладно при жизни стояли стали на пятом-десятом диктатором понятно это просто лизоблюдство а когда человек уже давно нет а ему деньги собирают народ простой собирает деньги и памятник ставит это уже говорит о нем самая положительная сторона это действительно любить надо не по указке чиновников от васькин а вот повеление сердца души вот отношение народа к своим лучшим сыновьях да и по самому отменовичу гордовикову конечно же он стоит в ряду лучших людей нашего народа за всю его историю вот это действительно живой пример для всех вот каким должен быть человек каким должен быть мужчина каким должен быть руководитель самое главное в нашем разговоре сейчас я хотел об этом сказать каким должен быть руководитель нашего народа нашей республики вот на мой взгляд басам бадминович он идеально воплощает вот нашу вековую мечту нашего народа по нашим руководителям а вот халях ляда посмотрим джангар хан джангар он военный руководитель тоже государственный руководитель он и военные походы возглавляет и он их строит государство свое да и верн таланты щен ханин ну ты гнон донорусом и чинами покорите 40 стран четырех странах в четырех частях света басам бадминович он тоже воплотил вот это значит наше представление о народном вольте о руководителе о лидере да национальном он и военной сфере себя показал действительно как генерал мастер прорыва и на гражданском значит таком направлении он тоже сделал свой прорыв поднял с нуля с руин свою республику восстановил сделал так что это была одна из самых лучших развивающих республик стремительно развивающихся республик советского союза то удивительно наши спецы говорят да специалисты технари говорят при Городовикове когда мы начали разгон набирать 80-е годы уже 70-80-е годы по технической насыщенности сколько у нас кировцев было сколько у нас было камазов в республике не в нигде в советском союзе такого не было такой концентрации кировцев и камазов у нас а это заслуга Городовикова конечно огромный и помню его ученики Городовикова в том числе не обязательно Халимбуды не обязательно Калмыкии разных национальностей они с большим уважением говорили о том что Городовикова научил нас это работать и даже будучи уже в других регионах советского союза поднимаясь по лестнице один из них дошел до руководителя стал руководителем общего отдела ЦК КПСС вот он и говорил мне лично да он говорил да такую школу прошел у Городовикова чтобы в других местах работал как песня легко бы поэтому Басан Бадминович Городовиков конечно оставил огромный след в жизни нашего народа Манахевер, Манахорн Тима, Штегед Батор, Йосун Батор, Йосун Манатол Вачи, Тиэра Стэнгер Мадмитэйс Мадмитэйс Мадмитэйдэ это надолго хватит вот опыт Городовикова его пример он должен всегда востребован у нас всегда мы должны очень четко смотреть на своих руководителей сравнивать нам есть с кем сравнивать пример о Бондюре Перебеева я уже говорил сам молодой руководитель республики 20 века его расстреляли 33 года когда им было но при нем успели тоже много чего сделать вылезти в республике даже многие здания которые там стоят до сих пор вылезти это же первый корпус как его о котором я говорю там поликлиники красный дом старый гостоном и прочее это все при Анжуре сделано и много чего было там сделано поэтому говоря о Городовиков я хочу сказать что надо надо всем брать с него пример это действительно пример на все времена это все времена это все времена